Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 мая, сегодня я пришла распекировать вот эти оставшиеся томаты. Кошка здесь меня нашла. Сейчас я расскажу вам, вот это томаты, которые остались у меня, не вошли в тоннель. Это вот Настенька, Жаростойки, Петруша, посеяны 15 марта. То есть сейчас им 2 месяца ровно, 60 дней. И вот в этом состоянии их можно уже высаживать. Для чего я вам показываю? Я сейчас их буду, так как они у меня остались еще в загущенном состоянии, вот как я их посеяла, как я говорила, по 300 штук. Когда я высаживала месяц назад в тоннель, месячную рассаду, я вам говорила, что здесь 250-300 штук примерно. И что они хорошо в течение месяца сохраняются, они не вытягиваются, качество рассада не портится. Но то же самое я могу сказать и про 2 месяца. Они и 2 месяца вот в таком загущенном виде могут сосуществовать. И вот они ждали. Почему я их так долго мучила? Ну не то, что мучила. Вы знаете, что были холода. И вот когда я их, я их должна была распекировать, вот в такие лотки. Вот у меня 20 лотков, я сейчас сяду и буду все по одной штучке. Их там, ну поскольку в лоток, по 20-30 штук в лоток, чтобы они доросли. Так как мы высаживаем примерно 5-10 июня. Это томаты для открытого грунта. Они как раз дорастут, окрепнут. Но для чего я показываю это видео? Для того, чтобы вам показать, это везде, в каждом кадре, что они и 2 месяца способны вырасти в загущенном состоянии без ущерба. Как сказать, не теряется качество рассады. Вот смотрите, без единой подкормки. Хоть некоторые и говорят, что я там лукавлю, уже тут меня в лукавстве обвиняют, что наверное я все это делаю. Мне это делать незачем. Вот это осталась рассада, я могла бы и без нее обойтись. Но раз она у меня осталась лишняя, раз она сохранилась, пережила все морозы, я ее конечно не выброшу, распекирую, чтобы придать ей более качественный такой товарный вид. Все. Никаких подкормок естественно я не делаю. Я ничего с ними не делаю, не подкармливаю. И то, что они толстые, то, что они сохраняют вот толстый ствол, такой зеленый вот этот лист, это характеристика их сорта. Это не моя заслуга и не мой уход. Все, что я сделала, я только посеяла. Я разложила семена в хорошую такую, ну, плодородную землю. И вот для пикировки я готовлю уже снова новый грунт свежий, потому что этот грунт, они конечно весь высосали там. Я сейчас выдерну одну-две помидорку, и вы увидите, что даже два месяца в одном лотке 300 штук, хотя это, ну, звучит очень, конечно, ужасно, но 300 томатов в одном лотке выдернуть не могу, честное слово. Так, сейчас, вот это Настя у нас. Смотрите, какие у них корнищи. Это значит, что рассада далеко не ослабленная, она не замученная, толстый ствол. Я сейчас их посажу в лотки. Они будут держаться сами. У них уже столько дополнительных вот этих воздушных, хотят они корешков, их можно вот так, если заглубить, это вообще будет прекраснейшая рассада. Так что, вот эти сорта, именно их я выбираю и для выращивания в тоннеле, потому что они могут загущено. Сейчас еще жиростойкий один какой-нибудь выдерну, потому что жиростойкого я нынче вам еще не показывала. Ой, тут прицепился. Вот он жиростойкий. Ну вот смотрите, ну вот как, разве можно сказать про него, что он слабенький, что он замученный. Поэтому самое прекрасное их качество, которое я всегда, и еще раз не забуду упомянуть, это то, что при такой высокой конкуренции 200-300 растений в одном лотке, они не теряют своих качеств. Они вырастают такими с толстыми стволами, такие устойчивые, с такой корневой системой сильной. И с таким потенциалом видно, что растение хочет дальше расти, развиваться. Вот эти все сорта, которые я уже сто раз про них говорила, которые я рекомендую и для выращивания в неблагоприятных условиях, и для всего. Вот они пережили все морозы. Немножко тут вот роза ветров у меня, чуть-чуть вверх подернулся. Видите, как это от мороза, вот такие листики, как это называется, как прихватило их. А вот эти петруши, жиростойки, Настенька, тут таймыр, уже даже зацветает в таком лотке, в такой тесноте. Прекрасные сорта, прекрасная получается рассада. Вот сейчас буду пикировать и любоваться. Их, в принципе, если бы их, ну, мне нужно было, если бы они мне нужны были, мне лично, я могла бы их хоть сейчас высадить в открытый грунт, пожалуйста, заглубляя вот до этого места, где кончаются вот эти пупырышки. И все, вот здесь уже даже зачаток, сейчас, подождите, да, уже показывается, куколки, цветочки, вот эти цветочные кисти, можно вырастить в лотке без пикировки до самой высадки в грунт. Вот такая рассада получается при загущении. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok